ребят ситуация конечно очень странно приключилась у меня оказывается впереди день рождения только я об этом забыла даша нет и сказала ты ничего не планируй ты будешь занят я думаю как классно хорошо а за день до этого то есть но сегодня она говорит мы уезжаем вот так никуда ни на сколько ни с кем узнаю что я и она смотрите видимо капитально уезжаем просто два больших чемодана но они правда не сильно нагружена но тем не менее и вот и что это остается делать догадываться ну я взял что самое необходимое что ноутбук для работы жена под боком ну и какой-то необходимый набор вещей все а дальше будь что будет так ну что вариантов было несколько первые отпали исходя из того в какую сторону от дома мы поехали еще один отпал когда мы проехали аэропорт но в итоге мы на границе с турцией мы в сарпе пошли сай но признайся честно просто хотел зажать день рождения ну согласен а ладно решил один да вот один ну да шилад на двоем а как же мы друзья батумский бильяр должен был играть все будем вместе день рождения день рождения придет смотри мне короче сюрпризы продолжаются ну вы все сами видели вообще я не ожидал антоса мне сегодня звонит бильярд играть еще что-то с обманщики в общем и в duty free сейчас возьмем чего-нибудь в дорожку и все выдвигаемся дальше я не знаю куда дальше ребята опять продолжают сюрпризы сегодня почему-то поразительно много народу на границе что в ту что в другую сторону но ощущение что больше людей все-таки рвется в турцию мы вышли вот на турецкой стороне ждем маршрутку и садимся опять же не знаю до какой станции едем просто ждем маршрутку на очередь у конечно фантастика сегодня очень много людей так ребят но я уже прочухал что мы едем в трапзон зачем-то на автобусе которые сзади меня и по пути останавливаемся на автовокзалах вот купил тут айранчик и даша мороженое чтобы было веселее ехать в целом хорошо все перехватили какую-то котлетки в хлебе так вообще жить стало возможно ну что-то вкусно было да ты даже не пистолет сколько она стоит конечно да это 15 рублей за один шарик ребят пока не знаю что творится потому что мы вышли где-то в турции посреди трассу нам надо перейти дорогу а там будет видно в общем пока одни сюрпризы ребят квест продолжается мы пешочком с чемоданами через какие-то лесенки ступеньки горки и при горке добрели до какого-то в общем отель или что это я не знаю ребята пошли туда внутрь разговаривать я стою и вообще не понимаю чё происходит просто где мы зачем мы здесь это просто какая-то глушь турецкая тут нету вообще ну ничего туристического ну и как мне как по крайней мере виделось только что у дороги никаких особо достопримечательностей в общем квест продолжается мне нравится это прям какие-то сплошь загадки я вообще пока не понимаю о чём речь привет меня зовут осман моя фамилия кать хорошо как пиля так ребят ну значит мы никого отсюда не забираем мы реально тут остаемся в этом отеле что это гостевой дом похоже что жить мы будем в одном большом номере с несколькими комнатами давайте сразу со входа комната такая тут макар гостиная был большой балкон видимо из гостевой комнаты я правильно понял вот кухня так заходим в кухню все миленько уютненько комнаты вот так вот значит есть комната это что и чё тут делать как этот орлом а вот есть такое все тут тут нормально тут вот так вот есть тут видимо одна детская отдельная и большая вот такая вот есть ну прям вообще красота и очень интересный выбор как вообще ребята до этого додумались но мне пока очень нравится все прям одна большая загадка если честно ну что ребят я сейчас немножко соединился от нашей компании им пока их нет могу сказать что я начинаю догадываться мы поселились прямо напротив аэропорта и вскользь ребята сказали что нам вставать в 7 утра я думаю что мы куда-то полетим а это вообще супер короче я в предвкушении чем ребята тут выбрали какой-то набор еды в магазине мы сейчас в отеле посидим и чё-нибудь перекусим а потому что некоторые вообще весь день не ели а меня спасла только этот хлеб с котлетками на автовокзале ну что полянка накрывается сейчас видимо сядем за стол будем ужинать прикольно какое-то необычное ощущение уехали в турцию зачем-то куда-то внезапно друзья появились с днем рождения тебя с днем рождения тебя с днем рождения сашуля с днем рождения тебя с днем рождения сашу ну ты посмотри что тут ну ёлки моталки давай брат я надо задуть все верно 35 ну что друзья пока наш именинник еще только ходит в душ пытается привести себя в порядок я тут быстренько взял камеру что хочу сказать сегодня очередной крутой день но это не просто день еще сашин день рождения вот там кстати вот вот таком месте мы живем хочется значит сказать что саша мы тебя очень сильно любим ты нам всегда нужен ты нам помогаешь мы тебе помогаем очень держимся тут все вместе и будем надеяться что дальше будем продолжать общаться и будем проводить еще круче время чем мы проводили поэтому будь счастлив самое главное то я пока пойду покажу вам что у нас тут происходит какие все сонные мухи пока вот у нас тут парень самый веселый самый проснувшийся с утра такой вот девчонки у нас тут накрыли праздничный утренний стол да тут у нас турецкая музыка как положено для веселья она на самом деле однообразная мне кажется со вчерашнего дня песня не поменялась только голоса дашь эту порядке наводит так дальше идем кто тут у нас есть немножко проходит улыбается веселиться так ну сами пока не пойдем в душе ну вот как то так собираемся завтракаем скидываем вещи и дальше все ребят ситуация кипиш собрали чемоданы быстро выметаемся нас через полтора часа как оказывается самолет я догадывался об этом и никто на ресепшене отвечает такси нам не вызовет интернета нет в общем бежим пешком с огромными чемоданами все вот такой такие вводные кина один ребята эрик по-турецки доброе утро не к в никого 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 на улице и как всегда говорю нас посла что удивительная общительность просто мы могли уже опаздывать но тут оказалось что нужно просто пообщаться путем знаков и эмоций и все все поняли вообще-то не только знаков и эмоции подбежал к водителю какой-то машины сказал хавали мани кугу-гугу он такой вот тоннушу тоннушу показывает на маршрутку я подбежал к маршрутке говорю хавали маню нау кулку 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 он так рассмеялся я нас пятеро и тут антоха свои пять копеек ставил вспомнил как по-турецки 5 5 все он прям копил понимаете с казахстана копил это просто вот спеш бармака тут просто как цыгане загрузились поехали все все мужа прилетели вообще нас нормально идет все выходим все ребят мы в аэропорту как я вчера и догадывался на самом деле нас и вообще мы минут 10-15 назад еще и завтракали завтрак или в нашей гостинице а мы уже находимся в здании аэропорта прошли входной контроль сейчас будем регистрироваться на рейс и сдавать багаж вот это я понимаю скорость вот торопимся отдыхать ну что ребята думаю что я сейчас и узнаю куда мы летим потому что мимо стоек регистрации мы все равно не пройдем ну давайте же давайте куда идем куда давайте ну измир истанбул истанбул анкара ну слушай тимстанбул значит наверно это истанбул потому что на самом деле на доске вылетов есть измир анкара и истанбул я думаю что это не измир я вообще не кстати не знаю где измир анкара вряд ли что там делать и истанбул проверяем сейчас мы летим севков александр 26 я а куда лизит севков александр это он узнает только в самолете были от севкова даре 26 д киреева екатерина 26 f 27 летит киреев макар и 27 f летит киреев антон все полетели ну все ребят курс знаю летим на анкару на столицу турции кто не знал делаем пересадку и и и в анталии такой фишка видео только один раз и это было подобное когда ты идешь самолеты перепутать брат а то мы планировали одно а папа ты нас перекидрил да и сделал вообще в другой самолет сел и уехал налетим к тому я таки а тогда не знаю ничего я стамбул хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою и еще одну для друга взять в кармашек на запас потому что потому что и дороже всех доверчивее и строже в этом мире доброта в этом мире доброта даже бы не сон где-то там попали ну сейчас летели и мы в анкаре ребята столичный аэропорт его не просто аэропорт он еще и с каким-то большими бассейнами растениями высажены в общем тут прям ландшафтный дизайн еще очень классно красиво ну что выяснилось что у нас пересадка полтора часа надо чем-то заняться будем есть печеньки кстати цены в этом аэропорту конечно вообще конские вода которая в магазине видел стоит 2 лиры или две с половиной лир здесь стоит 36 то есть прикиньте в 18 раз наценка что еще тут бутерброд стоил 116 лир то есть умножаете на три с половиной бутылка пива но это так посмотреть я просто вчера покупал поэтому приценивался в магазине стоила 35 лир здесь она стоит 220 прикиньте я вспоминаю казахстан и вообще рахмет братья вообще это прям бутылка пива стоила 100 рублей мороженое стоило рублей 20 наверно в аэропорту как там в самолете можно было купить бутылку пива за 100 рублей 100 рублей в самолете прямо прямо на борту в полете вот и вообще казахстан вы шикарны ребят задержали у нас рейс сперва на час двадцать потом еще на полчаса в общем уже на два часа его задержали не знаю может еду дадут нам как компенсацию это было бы честно по крайней мере попробовать хотя спать так охота не посплю еще так ребят но я серьезно проголодался я не стал конечно никого искать пошел в кафе купил себе суп вкусный томатный мясной суп черба называется поэтому хотя бы переждать это время можно будет подождем пока долетим пока доберемся в общем время пройдет нормально часа четыре как минимум в общем задержка рейса была из-за того что самолет на котором мы полетим задержался по прилету сюда то есть он реально опоздал ну почти на два часа вот поэтому они его сейчас разгружают загружать наши вещи ну и все скоро вылетаем ну все господа мы в анталии ура 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 тут как всегда жарко выходишь из самолета и прям шара классно а вот теперь я вообще не знаю что мы как мы куда мы ну повернули в сторону трамвая наверно поедем на городском транспорте из аэропорта загадки продолжаются садимся на трамвай который идет через весь город и говорят что он довезет нас до автовокзала мы добрались до автовокзала сейчас сядем на автобус и доедем доедем до бельдебе я узнал . куда мы едем в принципе на трамвае было даже очень даже неплохо кондиционер едет ровненько там отлично все мы погнали дальше автобус привез нас в бельдебе смотрите какой вид тут прекрасные на горы с одной стороны дальше не знаю что но где-то здесь наш отель буквально прям до входа нас довезли почти что считаю шикарно потому что вместо если на рубли переводить вместо четырех тысяч рублей мы если бы мы поехали на такси из аэропорта сейчас мы заплатили 500 даже меньше считаю шикарность вообще поступили до времени конечно заняло это чуть больше чем на такси ну такси бы мы наверное за полтора часа доехали так за два но разница ощутимая ну что наконец-то добрались это была очень длинная дорога 11 часов она почему-то заняла потому что и рейс был не прямое с пересадкой ну самолет плюс еще один из самолетов задержался поэтому на два часа ну и конечно из аэропорта добирается в общем приехали мы уже прям ну почти что на закате но ничего я думаю что завтра мы не уезжаем кстати я до сих пор не знаю когда мы уезжаем так что буду отдыхать как в последний раз заселились мы в отель номер нормальный в принципе ну то уже поужинали и я покажу в следующий раз что дают чтобы посмотреть по максимуму просто настолько проголодались что мы прибежали нахватали всего быстро закинули час переоденемся и сходим на закате искупаемся в море может очень хочется прям освежиться вот вообще с балкона тут у меня открывается очень красивый вид на горы как я люблю так ну что ребят значит завтрак у нас сегодня прошел уже он был такой себе если честно вот и сейчас после завтрака мы переоделись и выходим бассейну потому что макар катя антон уже ждут нас там сейчас дальше возьмем полотенце и пойдем купаться после на улице прям вообще классно жарко очень влажно и вообще погода здесь немножко другая чем грузию так что на ближайшие дни бережем себя еще больше от солнца она здесь очень опасно акулы нападают на нас ну что время 10 открылся какой-то бар заиграла музыка в целом жизнь закипела он антоха чили безалкогольный ракита хочу безалкогольный все правильно утром же давайте расскажу вам пока вкратце про местный бар значит в баре есть включено вино белое вино красное но я еще его не пробовал но вряд ли конечно турецкая будут вкуснее грузинского и еще есть пиво есть конечно еще водка джин и раки это экстра то есть за это 4 евро за стаканик также баре есть безалкогольные напитки типа пола фанта соки но это все в общем разведенная из сиропов и очень-очень приторно сладкая это пить невозможно есть хорошая содовая то есть просто базированная водичка чистая вот она прекрасная в общем из всего что дают барах можно пить пиво и содовую вот собственно я думаю на этом мы будем жить ближайшее время как я только сказал как в средние века тогда когда вода была плохая люди пили пиво видимо будет у нас такое средневековье и вести себя будем также ну что давайте прыгать басик так ребята заманил меня макар короче на горке пойдем пробовать короче молодежь меня тут научила как надо но я постарино старая школа поехала так дети разбегать большой дядя едет погнали прикольно кайфец вот это кайфец сейчас пойдем давай о летит летит торпеда вот это ракета папой пойдем вот это уже если только ложимся а то мы так мало поедем да ну давай попробуем давай водичку изнеси нас Кажется, мы что-то неправильно сделали. Ребят, мы решили не проводить весь день в отеле, а вечерком скататься до Кемера, съездить в магазин Migros, что-нибудь прикупить, потому что, честно говоря, у нас в отеле все закрывается в 10, вот, а мы так рано спать не ложимся, поэтому что-нибудь возьмем. Ну и приятные ощущения снова оказаться в знакомых местах, потому что Кемер посещали очень много людей, а мы даже не единожды, вот, поэтому места знакомые, приятные сердцу, идем в Migros. А все, ребят, мы затарились в Migros, девчата сходили, побаловали себя в де-факто, купили вещичек, и мы отправляемся назад в Бельдиби, ждем маршрутку и едем. Все успели, все купили, все классно, мы молодцы. Субтитры подогнал «Симон»